Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Руфь, вторая глава, перевод российского библейского общества. Я читаю его для библейского портала экзегет. Ну вот, наша маленькая женская семейная история. Руфь вместе со своей свекровью Науми вернулась в Вифлеем. Точнее сказать, Науми вернулась, а Руфь за ней увязалась, хотя ей в Вифлееме абсолютно нечего ждать. В Вифлеем, напомню, Бейтлэхэм, дом хлеба, так буквально переводится название этого города, хотя, наверное, когда они возвращались, они об этом особенно не думали. Когда-то Науми уехала из этого города, потому что там начался голод, и ее семья решила переселиться. Теперь из всех, кто оттуда уехал, осталась одна Науми, и с ней возвращается абсолютно чуждая Вифлеему молодая вдова по имени Руфь. И чем они будут там кормиться? Особо нечем. У мужа Науми был родственник по имени Боз, человек уважаемый из того же рода, что и сам или малых. Потом это сыграет важную роль, но пока нам просто его представили. Руфь, моя витянка, сказала Науми, «Можно я пойду в поля подбирать упавшие колосья, где мне позволят?» Науми сказала, «Иди, дочка». Да, вот еще они живут так, как дочка с мамой буквально, хотя она невестка и свекровь. Они невестка и свекровь, не всегда отношения между ними гладкие. Руфь пошла и стала подбирать за жнецами упавшие на поле колосья. Случилось так, что это поле оказалось полем Боза, который был родственником Элемеллаха, покойного мужа, соответственно, Руфи. Не Руфи, а Науми, простите. Мало того, в этот день сам Боз пришел туда из Вифлеема. Что делает Руфь? Она подбирает оставшиеся на поле колосья. Собственно, это то, что еще в пятикнижах было предписано, как норма. Вот когда доходишь до конца поля, не подбирай всего, оставь пришельцам. Пришельцам не из космоса, естественно, а из других мест, тем, у кого нету пропитания, пусть они подбирают колоски. Напомню, что в советские времена за это сажали колхозников, которые таскали колоски после жатвы. А это вот такая форма поддержки совсем уж не имущих. По крайней мере, можно набрать себе не урожай, но хотя бы на несколько дней пищи. И Руфь, собственно, другого варианта не видит. Она пытается как-то пристроиться, чтобы прожить хотя бы следующий день. Ну вот и Боас приходит на свое поле. У него там работники, очевидно, он человек состоятельный. «Господь с вами, — сказал он жнецам, — да благословит тебя Господь, — отвечали они ему. Казалось бы, просто приветствие, но тоже такая картина, что вот достаточно благочестивые люди, которые о Боге думают, не просто «Здрасте, привет», а вот так они приветствуют друг друга. Боас спросил работника, который начальствовал на жнецами, чья это девушка, имеется в виду Руфь. Работник, начальствовавший на жнецами, отвечал, «Это моя витянка, предшедшая с Науми из страны Муав, то есть чужеземка, более того, из враждебной какой-то местности». Она сказала, «Можно я буду подбирать за жнецами упавшие между снопов колосья?» Придя утром, она оставалась здесь до сих пор и почти не отдыхала. «Ну еще бы кушать захочешь, не так еще поработаешь». Тогда Боас сказал Руфи, «Дочь моя, послушай, не ходи подбирать колосья на другом поле, не уходи отсюда, а держись рядом с моими работницами. Ну потому что мало ли, как на другом поле тебя встретят. Смотри, где работают жнецы, иди следом за работницами. Я приказал своим людям не обижать тебя. Если захочешь пить, подходи и пей из кувшина, которые наполнили мои слуги». Ну, время жаркое, жатвы, там это скорее весной, но уже и весной в тех краях жарко, поэтому у них есть кувшины, из которых пьют работники по мере работы. Она пала ниц, поклонилась ему до земли и сказала, «Почему ты так добро заботишься обо мне, хотя я чужая странка?» Действительно хороший вопрос. Боас ответил, «Мне рассказали о том, что ты сделала и для свекрови после смерти твоего мужа, как ты оставила отца и мать, оставила родину и отправилась в незнакомую прежде страну. Пусть Господь вознаградит тебя за то, что ты сделала, и пусть сполна воздаст тебе Господь, Бог Израиля, под чьими крылами ты решил укрыться». Здесь такой образ, как птица крылами птенцов оберегает, а Господь накрывает своих птенцов, и вот она прибегает к нему под крылом. «Она сказала, рада угодить тебе, господин мой, ты утешила, успокоила меня, работаю, хоть я и не принадлежу к числу рабынь твоих». То есть для Боаса достаточно того, что она выбрала остаться со своей свекровью, решила стать израильтянкой, и это не просто ее личная привязанность, это ее отношение с Господом. И Боас, как человек, который сам для себя ожидает покровительства, благословения от Бога, он и дает другим возможность это благословение получить. То есть что значит этот обмен словами «Господь с вами», «Да благословит себя Господь». Пустые слова, если за ними не следует действие. Здесь действие за ними следует, то есть он помогает чужой для него женщине, просто потому что она тоже верит в Бога, в его же Бога. Более того, он может на этом и остановиться, но он идет дальше. Когда настало время обеда, Боас сказал Руфе, «Иди сюда, поешь, обмакни свой кусок хлеба в уксус». То есть у них там была какая-то приправа, и макали этот хлеб, ну чтобы не совсем уж сухометку его жевать. У нее, может, и хлеба-то не было. Руф сел рядом с жнецами, и он дал ей жареного зерна. Она наелась досыта, и у нее еще осталось. И что такое жареное зерно? Ну им некогда печь хлеб. Вот они собирают зерно, колосья, и они вылучивают зерна из колосьев, кладут их на какой-нибудь металлический лист, скорее всего, ну может быть и на что-нибудь другое, и на костер его ставят, и вот зерно поджаривается. То есть оно не сырое, сырое зерно все-таки очень трудно прожевать. Но это и не хлеб, это вот такое скороспелое угощение. И, соответственно, там еще смочили каким-то, ну, уксусным, скорее всего, приправа какая-то, чтобы было так уж хоть немножечко вкусно. Потом Руфь пошла подбирать упавшие колосья, а Бог вас приказал своим людям. Пусть она собирает и между снопами, то есть между тем, что уже связано. Не ругайте ее, когда будете жать, нарочно роняйте колосья, оставляйте ей. Пусть подбирает, а вы не препятствуйте ей. Он делает так, чтобы она собрала много. Он понимает, что Науми и Руфи без этого беда. Но интересно, а почему он не дает ей просто зерна? Может быть, тоже из какой-то деликатности. Вот она пришла и стала сама зарабатывать себе пропитание, себе и своей свекрови. Вот пусть и зарабатывает, не надо ее сажать себе на шею и создавать эффект. Вот мы тебя прокормим. Да, ты прокормишься, мы дадим тебе эту возможность, но ты тоже потрудись. Вот он такой деликатный человек, но вместе с тем у него нету вот такой купеческой удали, там швыряться деньгами, да? Ну, денег тут нету, это колосья всего лишь. До самого вечера Руф подбирала колосья на поле. Когда же она обмолотила их, то есть вылочила зерна, набралось около эфы ячменя. Ну, довольно много, это такое хорошее урожай, пара десятков литров. Придя в город, Руф показала свекровью, сколько она насобирала. Потом она достала то, что осталось у нее от обеда и отдала Науми. Просто шикарное урожай для первого дня. Свекровь спросила ее, где же ты собирала, где ты трудилась сегодня? Да будет благословен тот, что так позаботился о тебе. Она понимает, что просто так вот колосками этого не утащишь. Руф рассказала свекровью, у кого на поле она была. Человека на поле, которого я сегодня была, зовут Боаз. Благослови его Господь, он веренно живым и мертвым, отмечала Науми Снухе. Этот человек наш родственник, он может нам помочь. То есть, а тут другая идея. Окажется, Боаз не просто сам по себе добрый такой сочувствующий человек, он родственник. И на нем лежит обязанность, в общем-то, на нем и на других родственниках, лежит обязанность, в общем-то, взять в жены эту самую Руфь. Почему? Помните обычай либератного брака? Мы обсуждали его в первой главе. Когда умирает человек бездетный, но женатый, то его младший брат или другой родственник должен взять вдову в жены. И родившийся от вот этого союза первый сын, он становится наследником умершего, хотя физически его сыном не является. И вот смотрите, похоже, Науми уже об этом думает. Он родственника, потому помогает. Он не оставляет своей верности живых и мертвых. Кого мертвых? Ну вот, мужа самой Науми, мужа Руфи. Но пока еще ничего не понятно. Руфь-Миавитянка сказала, он даже велел мне держаться вместе с его работниками, пока они не окончат жатвы на его полях. Но он мне сказал Руфи своей снахе, дочка, хорошо, если ты будешь рядом с его работницами, никто тогда тебя не обидит на чужом поле. Вот, видно, не очень они обычно заботились в те времена о чужестранцах. Руфь держалась вместе с работницами Боза и подбирала упавшие колоски, пока не закончила сжатвы и чменя и пшеницу. То есть, еще и пшеницу также убрали. Жила она тогда вместе со своей кровью. Ну а что же дальше? Вот такая трогательная история про двух бедных женщин, которым Боз помог. Но это же все непрочно. Вот первый урожай, сколько они проживут на том, что они собрали. А дальше, дальше, дальше. Что будет дальше, мы узнаем из третьей главы.